Мы не можем пользоваться дарами собственной планеты. Кто сказал, что мы не можем пользоваться дарами собственной планеты? Ай, ну ты что, у тебя удалили из тиктока, не может быть, Миша. Поэтому, знаете, на мой взгляд, я считаю, что антибиотиками можно пользоваться, а они легальны. Лечитесь антибиотиками, пейте, гробьте своё здоровье, ведь они легальны. Но пойти и, допустим, вылечиться растением, оно нелегально. Ты будешь наркоманом. Такая хрень, ну просто несусветная. Поэтому для меня, я очень считаю, важно изучать другие культуры, альтернативы находить. И как раз, конечно же, делать так, чтобы вообще не болеть, чтобы потом не лечить. Витька, приветик! Кто-то пишет, зачем оправдываться. Ребят, это не оправдываться, это же медиапространство. Я работаю в медиапространстве уже более 15 лет. У меня есть ребёнок маленький, который подрастает. То есть, если меня назвали наркоманкой, об этом написали все, Витенька, привет, то я должна ответить. То есть, если вы были популярным человеком, известным человеком, про вас бы писала пресса, вам бы тоже приходилось отвечать. Что значит оправдываться? Мне не перед этим оправдываться, я никому ничего не нужна. Но есть медиапространство, в котором определённый имидж создаётся. Поэтому, извините, пожалуйста, кто как обзывается, тот так само называется. Блин, это прям в точку. А мак тоже растение красивое, но только мак обрабатывается химией, прежде чем он становится героином. Я мак жевала, в детстве у нас мак рос в огороде. Эти семечки из чашечки, когда она созревала, я их вот так высыпала в рот и жевала. Со мной ничего не было. Кто-то сейчас скажет, да, кокаин тоже это листья, которые растут на кустах. Только листья коки растут, ты можешь их пожевать. Но не надо путать, когда эти листья коки обрабатываются кислотой. И эта кислота потом превращается в порошок. Сюда уже вступает химия. Поэтому прошу вас, ну, чуть больше читайте литературы, научной литературы, образовывайтесь. Не слушайте то, что вам говорят одним словом. Изучайте все. И я это так и делаю. А, булочки с маком какие вкусные. Действительно. Вот. Нет, я не лью грязь. Между прочим, я про нее ни разу не сказала ничего плохого. Сколько она делала гадостей мне, я хотя бы раз эту информацию использовала. Ни разу. Ни разу, ребят. Поэтому вы не можете сказать, что я лью на нее грязь. Я просто вынуждена ответить. Отвечаю я так же, как, соответственно, кто-то задает тон. Вот. Что еще? Рулетик с изюмом. Я люблю с маком булочки. How do you clean your liver? Я делаю дюбаж. Дюбажи раз в год. Спасибо, любимые. Вот вы сейчас написали, Собчак ударилась башкой. Я тоже не согласна. Не надо оскорблять никого. Между прочим, Собчак есть за что уважать. Она довольно-таки умная девчонка. И только за это ее можно уважать. Поэтому, ну, как бы оскорблять сейчас человека. Не надо. В моем эфире кого-то оскорблять зачем? Анджелина Джоли, да вы что, правда, что ли? Короче, я просто хотела сказать о том, что все прекрасно и божественно. Мой любимый сел, божественно. Я вас тоже очень люблю. Магнезию пила, да, у меня где-то даже есть здесь дома. Да, магнезию сначала пьешь, потом траву пьешь, потом дюбаж тебе делают, маленький дюбаж, потом большой дюбаж. И это все длится где-то 4 дня. Дочка у меня с папой уехала на лыжи сейчас. Да, не только мне лучше без фильтров. Мне кажется, лучше без фильтров абсолютно всем нам. Я когда просто помню этот кактус, выпила на следующий день, смотрю, в инстаграм захожу. И понимаю, у меня такое было ощущение, что у всех на лицах одеты такие пластиковые, как будто вот маски. И я посмотрела, думаю, боже, я посмотрела на свое настроение, захожу на свою страницу, думаю, боже, это я? Зачем я делаю такие фотографии? Зачем я делаю вот эти вот все фильтры? Я думаю, нет, все-таки нет, не хочу. Пусть будет, как будет, вот со всеми изъянами, морщинами и минусами, но зато вот настоящее. Ну, мне так кажется. Опять же, никого ни к чему не призываю. Какие травы я пью? Я вам покажу сейчас одну классную траву. А, вот она. Такой, повышение, значит, ощелачивание, повышение pH. Русские корни, называется. Вот, и эта трава как раз для ощелачивания. Селезневым нет, незнакомо, честно говоря. Ну, у меня фильтр действительно классный, он очень крутой, действительно, его там уже, повторюсь, миллиард, миллиард и раз использовали. One billion times, представляете, миллиард, это очень круто. Спасибо, мои девочки, любимые, я вас очень люблю. Почему девчонки делают комплименты, да, а мужчины пишут гадости? Ну, блин, ну так это мелко, так это жалко, так это ничтожно, некрасиво. Жутко прям. Своданаева померилась, так мы давно померили Своданаеву? Своданаева уехала на каникулы в Африке, ой, на звезды в Африке. Я знаю, Аленка не особо любит сайту, всякую эту фигню, посмотрим. За другими людьми интересно наблюдать. Ага, каплик. Какой фильтр? У меня фильтр называется Just Follow. У меня есть он в моем инстаграме. Можете зайти посмотреть. Потому что мужчинам не дают красивые девушки. Ну что за ерунда вообще, что за бред? Салюта, Уля, салюта. Вам, говорит, повезло, наоборот, мужчины восхищаются? Нет, ну мужчины в жизни-то, конечно, восхищаются. Но только вот в инстаграме смотришь, и все комплименты от девчонок, а мужчины почему-то пишут какую-то такую совсем гадость. Гимнастику для лица я делаю, конечно. У меня тут баночки мои, гуаша, все есть. Но не так часто, как хотелось бы. Поэтому, если хотите, можем в марте сделать какую-нибудь там неделю. Ставьте плюс, если хотите, чтобы мы сделали неделю, может быть, какой-нибудь интенсив. Вместе с вами у меня прям сразу так все. My darling, thank you. Привет, Дианочка, привет, моя красотка. На тебя смотрела сториз, думаю, боже, какая красивая. Дочка в России не собирать, у нас пока нет визы. Хотите, да? Ну, супер. Я очень рада. Знаете, что интересного? Я вот сейчас просто вспоминаю, опять же, мой опыт, да, вот этой вот работы с кактусом. То есть приезжает человек, человек, который обучался у своего учителя в Эквадоре. То есть, повторюсь, что все-таки это такая древняя-древняя практика, которую делается тысячи лет. Они этим лечатся. У меня уже вот, ребят, ну вот я глянусь, он просто у меня, он всегда сейчас поел, только что после обеда идёт. Вот, это я выпитила живот. Вот втянула. То есть, у меня всегда был ниже пупка, живот, когда смотрел, извините за трусы, он меня всегда вот здесь как вот выпирал, вот так. И неважно, что я ела, даже на голодный желудок. И что-то произошло такое после кактуса. Я когда его выпила, значит, первый раз, первый, там было три круга, мы пили три раза за ночь. Я выпиваю кактусы, у меня вот так вот просто живот вот так вздулся. Я сижу и понимаю, что не могу сидеть. А там надо сидеть. И вот сидишь, ты работаешь со своей энергией. Энергия воина. Дух воина. То есть, ты пробуждаешь свой дух воина. Кактус считается мужская энергия, поэтому её называют падре, отец. И получается, что я не могла даже сидеть, потому что у меня прям вот так вот вздулся живот. Мне было плохо, мне было больно. Ах, это я полежала часа два-три. А потом раз, всё прошло. Я выпила ещё. И у меня на следующий день, у меня не то, что я похудела, это не то, что я похудела от кактуса, вес у меня такой же. У меня просто живот забрался вовнутрь. Вот даже мы с Наташей занимаемся, с моим тренером, да, сколько мы занимаемся. И мы собираем, собираем этот живот, собираем, собираем, ну, как бы мышцы, да. Но тем не менее не получается, вот как будто там внутри что-то не так. И просто получилось так, что после кактуса я встаю, смотрю в зеркало, и у меня как будто, как будто всё на место поставили, органы как будто на место поставили. Вот такое ощущение. То есть не то, что я похудела, а просто... и не то, что кишки очистились, нет, дело не в этом. То есть я же делаю вот эти дюбажи, когда чистишь, как говорится, кишки тоже, но всё равно живот-то после этого остаётся. А тут ты поел, а такое ощущение, что ты вправе, как будто они встали на место, вот как будто они не на своих местах были. Вот так. И я хочу вам рассказать, если вам будет интересно, поставьте плюсик, если не интересно, ставьте минус. Мне просто самой будет даже интересно о том, как вы будете воспринимать эту информацию по поводу вот этой культуры. Как шеймят айвазку, кактус, шеймят, приписывают к наркотикам. Я считаю, что, конечно, правильно делают, что запрещают в нашей стране, потому что очень много шарлатанов, которые могут действительно людям навредить. Но мне что понравилось безумное, сейчас я сама расскажу про, как они видят мир, да, именно вот эти культуры. Смотрите, пока не ставьте плюс, потому что я ещё не начала рассказывать. То есть когда вот с этим шаманом, которого я познакомилась, что такое шаман? Шаман – это целитель или лекарь? Шаман – это не колдун. Многие думают, что шаман – это колдун, сейчас он вырвет бороду себе, абракатабру будет там загадывать что-то там и на кого-то насылать порчу или, допустим, что-то делать. Нет. Что такое шаман? Это человек, который работает с растением. И, соответственно, он знает целебные травы, целебные растения. Вот каждый учится чему-то своему. Вот смотрите, что он говорит, когда приезжает. Так интересно было. Смотрите, вот сейчас я буду рассказывать про воду, и вот вы мне, когда будете слушать про воду, напишите, вам интересно или нет, ставьте плюсики или минусы, чтобы я понимала. мы приходим, он говорит, на эту церемонию, не для того, чтобы пить кактус, а для того, чтобы помолиться в воде. Потому что вечером, ночью, когда ты выпиваешь кактус, после того, как ты выпил, ты должен сидеть 9 часов с ровной спиной, желательно, идет процесс, и ты не можешь больше пить воду. Соответственно, у тебя идет 3 круга, и вот 3 круга ты выпиваешь этот кактус. Он как трава, настойка травы. Горький немножко, ну такой нормальный на вкус. И получается, говорит, мы приходим сюда молиться в воде, и когда наступает утро, первые, скажем, там, лучи солнца, даже лучи солнца не видно, но просто ты уже видишь тут свет, приносится вода в это помещение, и воде отдается молитва. А вот теперь мне очень интересно, поставьте плюсики или минусы, если вам интересно. То есть получается, он говорит, смотрите, что такое вода, какой путь эта вода проделала, чтобы оказаться сейчас в этом ведре. Говорит, подумайте. То есть она вышла из океана в облако. Это облако, которое ушло в горы. Оттуда спустилось снегом. Снег растаял, превратился в ручей или в реку. И эта река, допустим, пришла в наши города. Мы же даже об этом не задумываемся. Он говорит, представьте, что такое вода. Вода — это океан, это море, река, озеро. Это ручеёк, это ключик, это капля, это снежинка, это один кристаллик. И представляете, какие делает вода в процессе циркуляции? Потому что без воды нашей жизни бы не было. Так же, как и без земли. И они отдают молитву воде. Они говорят, вода. Они говорят, на испанском, на английском, они говорят, я хочу помолиться и поблагодарить воду за то, что она есть в нашей жизни, за то, что вода сегодня позволяет, чтобы в наших венах текла кровь, чтобы наши дети жили, растения, животные. Они молятся земле. Не потому что они верят на земле, они отдают дань. Это таким образом они уважают, мать, мать, землю. Они молятся солнцу. Не потому что они поклоняются солнцу, а потому что благодаря солнцу мы видим свет, есть тепло. И они так относятся к земле, к воде, к растениям, к воздуху, что я смотрю на них и думаю, Боже, какие мы отсталые. Насколько мы забыли свои корни. И вот это вот для меня, вот эта культура, которую они чтят тысячи лет, те люди, на которых хочется равняться. Хочется равняться. А остальные люди, которые живут в городах, высмеивают вот такие вот сильные, мощные растения, которые исцеляют людей, на мой взгляд, невежные, на мой взгляд, необразованные люди, которые абсолютно ничего не ценят в своей жизни. Им только нужно пожрать, посрать, посрать, извиняюсь, поспать, и всё. Для них вот этот вот водоворот, водоворот, водоворот не оценивается, что я здесь есть, вот моё настоящее. Я в этом моменте, я живу, я сейчас здесь нахожусь. То есть им надо где-то быть там, им надо быть там, им надо быть успешным, им надо быть таким, им надо быть сяким. И всех они ненавидят. И живут очень несчастно. Потом начинают болеть, потом начинают винить других, обзывать, оскорблять. И вот так в своей вибрации просто ниже плинтуса. Понимаете? И когда я вижу, как люди чтят растения, землю, воду, воздух, солнце, я понимаю, что я хочу, чтобы мои дети росли и знали именно такие знания, а не знания, которые сегодня с телевизора транслируются для детей. И та литература, к сожалению, которая очень сильно изменилась, тоже несёт абсолютно другой заряд. И вот мне теперь интересно, вы как считаете, это важная информация или нет? Мне просто интересно, либо я одна так это слышу, либо это действительно, ну, понятное дело, что, опять же, повторюсь, это у них культура заложена на много-много тысячелетий. И мне бы хотелось, чтобы мои дети росли именно в такой среде, которую вы знали. Мы-то же в такой среде с вами росли, те, кто моего возраста примерно. Мы гуляли, у нас были реки, у нас были, значит, леса, мы в них ходили, мы отдыхали, вот как бы вся игра у нас была на улице, мы играли с подорожниками, с травой, мы всё это видели, трогали, землю трогали. Мы знали каждый запах каждого цветка. И что сегодня? Так обидно. Так обидно, конечно. Отзывается, да? Да, у нас в России очень много людей, конечно, умных, безусловно, которые назовутся, но очень много и невеж, очень много необразованных людей, людей, которые любят тыкать пальцем, над кем-то посмеяться. Ну, таких тоже много. Ладно, я просто хотела выйти для того, чтобы сказать вам свои ощущения, потому что, когда я летела на самолёте, я увидела эту картинку, сейчас я вам его покажу. И я поняла, что вау, та самая водичка проделала такой путь, сейчас покажу, я сфоткала, из окна, и иллюминатора. И превратилась в вот такие снежинки на моём окне. Каждая из этих снежинок, она такая… Ой, я себя увеличила, хотела увеличить картинку. Она такая… Каждый кристаллик, он настолько уникальный, он неповторимый, у этого кристаллика такие маленькие точки. Насколько они видят мир таким красивым, таким живым. я была в восторге. Спасибо. Спасибо. И вот это волшебство можно видеть. Мы же, когда дети были, помните, мы выходили на улицу, и снежинки капали, мы их ловили языком. И что с нами произошло? Для нас уже это стало нормой. Окей, снежинка, окей, капля, окей, ветер, окей. А они видят это даже в 50 лет. Та снежинка, которая падает, тает на лице. Они понимают, что какой путь проделать, и капелька воды, как элемент круговорота, как это важно. И вот это, конечно, удивительно, как люди могут сохранять красоту своей души, красоту восприятия мира. То, как они видят этот мир такими глазами уникальными. Я была в восторге. Именно это сделало меня. Немного другой. Именно поэтому посмотрела на всё другими глазами. Вот. Ну, как-то так. Не то, что мозги детские были, просто мы были, как дети, открыты миру. Мы могли восхищаться малым. Понимаете? А сегодня мы уже... Нас ничего не радует. Нам ничего не нравится. Нам абсолютно неинтересно. Мы куда-то спешим, куда-то бежим, куда-то летим, куда-то что-то хотим. Здесь нам не нравится, в прошлое наше не нравится, в будущее непонятно какое. А вот ты его сам создаёшь своим взглядом, то, как ты видишь этот мир. Поэтому я надеюсь, что когда-нибудь люди научатся смотреть на мир так же, как те культуры, которые тысячами лет хранят и чтут эти знания и передают их другим. Есть какие-то вопросы? Ну, кто-то написал, с чего вы решили, что нас не радует. Это бред. Но многих не рад. Если вас радует, это очень круто, значит, что вы особенный человек. К сожалению, сегодня таких людей очень мало, которые это видят. И видят это дети до сих пор. Но мы ослепли, к сожалению, и оглохли. Да. Спасибо. Ребят, кто-нибудь знает какой-нибудь классный фильм основан на реальных событиях? Может быть, сериал? Никитос, куда пропал вообще? Кактус, где можно купить? Нигде его нельзя купить. Ребят, его нельзя купить. Можно сделать, поехать на... Повторюсь, в те страны, где это разрешено законом. В России. В России это запрещено законом, повторюсь. Надо ехать туда, где разрешено. А как вы думаете, где разрешено? В Италии, в Испании, в Португалии, в Европе разрешено в этих странах. Поэтому, ну, только, конечно, с организациями. Поэтому я обязательно сделаю свой ретрит и обязательно всех вас желающих приглашу. Я уверена, что ваша жизнь, не уверена, я точно знаю, изменится раз и навсегда. Сейчас возьму сачок. Ребят, не уверена, я уже ездила с молодым человеком, а у него, у него, представляете, год болел живот. Год. И после того, как мы сделали церемонию, говорит, Вика, у меня пришел живот болеть. Год у человека. Никто не мог вылечить, никто не мог сказать, что это. Одна церемония. Сок. По соображениям совести что-то знакомое. Мирный воин. Что-то знакомое тоже. Мухоморо немножко другое. Мухоморо, я так понимаю, делает его как микродозинг. Мухоморо. Мухоморо тоже очень хорошо избавляет от алкогольной зависимости. Люди бросают пить, бросают употреблять наркотики. Я считаю, что самое страшное, вот знаете этот сериал сейчас на HBO? Как он называется? Там Зиндайя снимается. Как этот сериал называется? Я когда увидела, и мы сейчас разговаривали, как раз вчера мне звонил мальчик из Америки, мы с ним работали много лет. Он говорит, типа вышел второй сезон. Афериста Ти из Тиндера уже посмотрела. Фанат фильма. Сейчас я за скриню. Ксения, мы тут не пропагандируем наркотики. Вы просто чуть-чуть больше читаете литературы. Таких людей, как вы, я называю невежды, необразованные люди. Не обижайтесь, пожалуйста. Потому что из-за таких необразованных людей, как вы, у людей искажается информация. И они ее неправильно передают другим. Эйфория, да. И я смотрю этот фильм, мы посмотрели целый, вот мне было внутри вот так вот как-то плохо. И я рассказываю, я говорю, слушай, как так? Я говорю, ну это же жутко, эти наркотики, все. Он говорит, Вик, ну это жизнь, это такая жизнь. Я говорю, Миш, я понимаю, что такая жизнь, типа у молодежи. Я говорю, так а что делает правительство для того, чтобы молодежь, допустим, не употребляла эти наркотики? Что она делает? Он говорит, как что делает? Они их типа в рехабы ставят, помогают им. Я говорю, так пропаганда этих же наркотиков, вот именно наркотиков, она идет изначально во всех передачах, разлагающих фильмах. Сегодня у нас получает, как это, Кайли Дженнер, мама, папа, мапа, Брюс, который был. Брюс получает женщину года. Женщину года, потому что он стал трансвеститом, то есть он переделался, он такой, Миша говорит, а как ты хочешь, чтобы трансвеститы жили? Я говорю, так я ничего против не имею. Но зачем это пропагандировать? Зачем давать женщине года? Неужели ни одна женщина в Америке не удосужилась получить премию женщина года и не сделала ничего, никаких научных открытий, исследований, ничего, чтобы ей дать этот титул женщина года? То есть всех женщин обесценили, и мужику, который отрезал себе член, и слава Богу, если ему так нравится, пусть так живет, его сделали женщиной года. и это внедряют детям в их мягкие, гибкие сознания. И дети, которые себя еще идентифицировать в этом возрасте не могут, они смотрят и думают, о, это хорошо, это нормально, это правильно, это кошмар. И вот таким образом искажают их маленькие детские сознания, а потом мы говорим, ой, а у нас такие проблемы, у нас все юноши, дети наркотики употребляют. Что стало с Россией? Вот, допустим, в нашу сторону. Спились, я же в деревнях раньше была, жила, у меня бабушка жила, все деревни погибли. Если раньше мы работали на земле, и это была честь работать на земле, то сегодня ха-ха-ха, доярка, то есть доярка стала посмешищем. не человеком, который кормил, допустим, свою семью, да, и она работала там с коровами, посла, овец, там мужчина, сегодня, да что это, кто это такой, как пастух несчастный? То есть мы обесценили труд, который люди выживали и жили, кормили всю страну, работая с землей, понимаете? Может быть, я, конечно, вас гружу, меня простите, пожалуйста, я не знаю, о чем говорить, правда. Давайте о чем поговорим, о чем-то, что вам интересно, но это просто полный крах, и наши дети в этом живут, смотрят на это и думают, что это нормально. Вот так. С чего я взяла, что доярка обесценина? А потому что посмотрите, поездите по селам, по деревням, ребят, очень многие из них, даже коровники, превратились просто в пустые сараи. И это очень часто видно. И сейчас доярки есть, безусловно, придумали машины, сейчас они отсасывают молоко у коров. Все разрушено, деревни разрушены. Еще какие-то остались, конечно же, но я считаю, что это нужно возрождать, нужно возрождать культуру того, чтобы люди жили, на земле работали, чтобы добывали свою еду, сажали что-то сами. Ну, я считаю, что это очень важно. Я считаю, что сегодня, к сожалению, в деревнях уже не увидишь молодежь, она там не остается, она не хочет там оставаться. Простите, что я вас, что я вас гружу этим. Наверное, это не тема для Инстаграма, наверное, об этом Инстаграме не говорят. Наверное, в Инстаграме надо говорить о том, и не знаю, о чем. Куда сходил, что поел, что купил. Где Анжелишка? У меня Анжелишка уехала на лыжах кататься с папой. Да, наши традиции утеряны, к сожалению, за что я очень уважаю Кавказ, за то, что они чтут свои традиции, они у них есть. Поэтому. А вы готовы жить в деревне и работать дояркой? Начну с того, что я жила в деревне, я работала в деревне, я делала комбикорм, я собирала крапиву, я её тяпка и эту крапиву молола, вместе с комбикормом смешивала, цыплятам давала, потом ходила, собирала очистки от картошки и всё, что у нас было, биопродукты свиньям давала, утят выводила в речку, они у меня купались. Я это прошла, ребят, мне не нужно возвращаться в деревню, я в этой деревне жила большую часть своей жизни, я просто знаю, как это всё работает, и поэтому те, кто сейчас сегодня там живут, те, кто рождаются, они не уверены, что они себя чувствуют комфортно, потому что всё разрушено. да, так и есть. Ладно, мои дорогие, я была рада вас видеть, слышать, мне было очень приятно, что вы со мной тоже были. Есть ли у меня парень? Есть. Показать вам фотку? хотите увидеть фотку моего парня? Спасибо, мои хорошие. домашнее молоко, я сейчас молоко не пью, я пью кисловолочку, там, кефирчик, сюда сверкуля, кайф. Хотите, да? Ладно, покажу вам. Парень, ну, постарше чуть-чуть. Только что сделали фотку, сейчас покажу. Или не показывать? Только скрины не делаете? Ну, с другой стороны я... Ладно, сейчас я покажу. Вот мы. Видите, какой он красавец. Высокий. Сколько градусов во Франции? 16 градусов. Как мы с ним познакомились? Мы с ним познакомились в самолете года три назад, по-моему. Как нечестно, всё честно. Да, хороший. Я наконец-то нашла человека, который является, ну, таким же вот, как вот Сомой, да, человеком, который хочет изучать себя, которому интересно. но пока так, пока только затылок. И тоже хорошо. Русские, но не русские. Это не Ренат, и это не, как вы написали, кто там это был? и выше Курбан, Амаров. Нет, это не Курбан Амаров. Откуда? Счастье любит тишину. Это правда. Ладно. О чём это я вас бешу, интересно? Я ничего не буду рассказывать, где живёт, откуда приехала, ничего не расскажу. Ну, какие любые, пишите фильмы, жёсткие, не жёсткие, я люблю всякие. Глаш, он высокий, он высокий, красивый, спортивный. Когда смотрят? Ха-ха-ха, не скажу. Хочу ли я замуж, я хочу семью, я хочу детей. Меня постоянно дети же вопросы задают, я постоянно на то же отвечаю. Как ему фрутануло? Ну, наверное. Самое главное, что одни интересы у нас, это самое главное. идеальный хозяин, сейчас я сделаю скрин, что за фильм, не знаю. сына нам, спасибо большое. Какой он веры. Какие вы хитрые вообще, я просто в шоке. Не мы тем-то катанем. Ладно, сейчас покажу вам другую фотку, подождите. Тоже сегодня фоткались. Ладно. А, тут его не видно из-за меня, я его закрываю. Sorry. Его здесь не видно, ладно. Короче, всё хорошо, всё прекрасно, всё отрезающе. Да, он тоже погружён в spiritual practice. Exactly. Да, мы все заслуживаем всего самого лучшего, мой хороший. Все, все, все. Как вы думаете, такую фотку выложить или нет? с ним. Что скажете? Жизнь, секс, это что за сериал такой интересный? Он не основан на реальных событиях, я так понимаю. Сейчас ладно, ладно, я подумаю, может быть, выложу. С вас тогда какой-нибудь приятный комментарий. Говорились? Какой фирма-топик, я не помню, если честно, это у меня костюмчик, он вместе с шортиками шёл. У него вот эти штучки отстёгиваются. То есть его можно вот так носить, а можно с этой штучкой? дочь я пока не приняла, а дочь я пока не знакома. Я считаю, что это это нужно делать уже тогда, когда когда мы прям решили объединиться. Ничего больше не скажу. 5.32, сериал на реальных событиях. Ну-ка, скриню. Ну, спасибо, Юлочка. Спасибо вам за все комплименты, спасибо большое. Очень приятно, что сегодня очень много приятных слов я услышала. Не знаю, в связи с чём. Ладно. Я вас обнимаю, целоваю. Собачка в Москве. Спасибо, да, что принимаете меня без фильтров тоже, потому что для меня это прям ну отдельная такая история. Прям увидела себя и поняла, что я не хочу больше. Не хочу больше фотошопа себя. Не знаю, почему я это делала, не знаю, но как-то я не видела вот эту пластику всю на лице. Я ее прям не видела, не ощущала. А после Сан-Петро посмотрела, думаю, боже мой, что это? Как будто искаженное лицо. Думаю, это же не я. Вот, поэтому мало ли. Я посмотрела, кстати, ну ладно, им удобно. Вот, спасибо, мои любимые. Смотрите, еще есть такой сериал, мне очень понравился, называется Serpent, он на Netflix. Как вы по-русски перевели, типа, змей или что-то такое. Основанно на реальных событиях тоже. Посмотрите, классно. Тонкая шея? Мне кажется, у меня такая шея огромная, да? Сбоку особенно, такая мощная шея. Тонкая говорит, ну ладно, он поверит. Спасибо вас тоже, очень люблю. Да, отношения надо хранить в секрете, согласна. Ладно. Мурочка дома. Все хорошо. Ладно, спасибо, люблю, пока. Пойду сейчас что-нибудь. Что показывает Сан-Педро? Сан-Педро вообще ничего не показывает. От Сан-Педро нет никаких в день, абсолютно. Ты просто сидишь, есть вибрация, есть энергия, и ты ее фокусируешь внутрь себя, и у тебя начинает приходить осознание. Как-то так. Я не боюсь, что Савчак подаст на меня в суд, потому что все, что я сказала, я могу пройти детектор лжи, я могу взять распечатку звонков. У меня тот же номер, у нее тот же номер, мы номера не меняли, поэтому все можно поднять, и все можно сделать экспертизы. Я абсолютно ничего не боюсь, потому что я не вру, я говорю, как есть, так и было. и я никогда эту информацию против нее не использовала, причем сколько гадостей она мне делала, я никогда не использовала эту информацию против нее. Просто, знаете, когда уже дело доходит до таких моментов, и пресса про тебя начинает писать, что ты наркоманка, извините, у меня ребенок растет. Я должна на себя защищать и заступаться. Все, пока. Люблю. На ретрит обязательно всех приглашу. Приходите, приезжайте. Продолжение следует...